В Восточном Казахстане внутренний туризм теряет позиции. За полгода действия карантинных мер поток туристов в регионе сократился почти на 40%. На фоне снижения прибыли бизнесмены решают объединиться в профильный областной комитет и совместно разработать экономически эффективную стратегию работы. Перспективы отрасли в межсезонье оценил Вячеслав Витлугин. Шесть месяцев карантина и минус 100 тысяч туристов на восточной стороне Алла-Коля в местные санатории без ПЦР-тестов не принимали. А закрытые границы с Россией лишили побережья половины иностранных отдыхающих. До середины мая турфирма Марии Русиной занималась возвратом и переносом сроков уже забронированных путевок. Была ситуация, то есть сначала его закрывали, потом открывали, вводили ПЦР-тесты, отменяли ПЦР-тесты. Очень много людей возвращали путевки. Даже с учетом того, что есть такое понятие, как раннее бронирование, мы продавали Алла-Коль с января месяца на июнь, июль, август и так далее. То есть нужно было делать, осуществлять возвраты. Возвраты стали новым ударом для туркомпаний. Фирмы лишились оборотных средств и вынуждены были сокращать кадры. Об улучшении качества сервиса тогда не думали. Предприниматели справлялись с первоочередной задачей остаться на плаву. Весенний локдаун владелец сети загородных курортов Александр Чиликин пережил с трудом. Прибыль вернулась лишь к середине августа после ослабления карантина. Бизнесмен рассказывает, было бы легче, если бы отрасль поддержала государство, например, просубсидировав путевки. Так давно работают в Турции, а с этого года и в России. Сто курортов выбрали, осмотрели, насколько они соответствуют требованиям Санэпид-надзора, так скажем. И выделили, условно говоря, сумму 100 миллиардов рублей, к примеру, которые субсидируют именно покупатели наших путевок. То есть получаем деньги не мы. Получаем деньги именно социально уязвимые слои населения, которые потом несут деньги как бы нам. Госдотации в казахстанский туризм тоже непрямые. Государство вкладывает исключительно в инфраструктуру туробъектов. Только курорты Алаколя, независимо от коронакризиса, получат из госказны транш на 3 миллиарда тенге. Вне зависимости от, так скажем, пандемии и ограничительных мер, продолжается реализация госпрограммы развития туризма. В первую очередь на Алаколе реализуются крупные проекты. Это водопровод, канализация, строительство ЛЭП. Впрочем, новые векторы поддержки туризма сейчас рассматривают в правительстве. В Кабмине изучают варианты частичного возмещения средств при строительстве туробъектов. Не исключают перспективы снижения налоговой нагрузки, а также субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста. Причем в ближайшие 10 лет в развитие отрасли намерены инвестировать не меньше 352 миллиардов тенге. С подобным размахом к 2030 году в Казахстане рассчитывают увеличить въездной туристопоток до 10 миллионов человек. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Восточно-Казахстанская область.